Алан Вейк, Assassin's Creed, Fallout New Vegas, а также как сделать патриотическое православное кино из World of Warcraft и какой печатной машинки стоит бояться больше всего. Это и многое другое прямо сейчас в Виртуалити. В Азероте уже 12 миллионов жителей. Этого результата World of Warcraft добилась благодаря тому, что в Китае наконец-то вышло дополнение в Wrath of the Leech King. Почему двухгодичный аддон пришел в самую густонаселенную страну только сейчас, осталось загадкой. Зато Близзардовцы, окрыленные таким успехом, уже рапортуют о новинке. Официально объявлено, что 7 декабря выходит очередное дополнение — Катаклизм. Главным событием дополнения является возвращение Смиртокрыла, некогда поверженного древнего дракона, исчезнувшего много лет назад. Смиртокрыл желает выбраться из пространства элементарий и проникнуть в Азерот. Если это произойдет, барьер между мирами исчезнет, и по Азероту прокатится волна разрушений. Наконец-то будет увеличен максимальный уровень до 85-го. Появятся две новые расы — Гоблины и Варгены. Разработчики обещают 3000 новых квестов, плюс кучу других новых фишек. Странно, что Голливуд до сих пор игнорирует самую популярную онлайн-игру. Правда, Сэм Рэмми, создатель трилогии о Человеке-пауке, давно обещает снять фильм о World of Warcraft. Правда, все никак не начнет. Вот и на днях было объявлено, что вместо этого он приступает к съемкам фильма «Волшебник страны Оз. Великий и Ужасный». Эх, не видать геймерам экранизации любимой игры. Хотя бы Уви Боу, что ли, поручили это дело. Ну или, на крайний случай, Никите Михалкову. А что, получилось бы масштабное, патриотическое, православное кино. Владельцы иксбоксов, берегитесь, Алан Уэйк снова сел в запечатную машинку. Кошмары так и прут из его воспаленного мозга, и вы уже можете в них окунуться. Паранормальный триллер продолжается. Во втором и последнем дополнении, который называется «За Райтер», мы разгадаем все тайны горя писателя. Пересчитаем косточки каждому скелету в его шкафу. Опасностей на пути Алана стало гораздо больше. Раньше сила тьмы пускала в ход только пьяных фермеров с топорами. Ну и телеги швыряло время от времени. Теперь же против героев осталась вся окружающая действительность. Мир постепенно теряет привычные очертания и превращается в сюрреалистичный кошмар. К счастью, у Уэйка есть верный помощник – текст, написанный им самим. Слова из романа проникают в реальность в виде сияющих подсказок. Сюжет первой игры, наконец, вплотную подвели к сиквелу. Но, учитывая неторопливость финских разработчиков, ждать его наверняка придется долго. Касселивания. Одно только название будоражит умы геймеров. Во всяком случае, так было лет 20 назад, когда серия еще не ушла в порочную трехмерность. Новая игра Lords of Shadow уж ты и вовсе предел кощунства. Разработчики замутили перезапуск серии и переписали всю мифологию с чистого листа. То есть, играем мы, конечно, по-прежнему за потомка клана Бельмонтов, но цели изменились. Надавать драку или его приспешникам по клыкам уже не обязательно. Теперь нужно остановить темных лордов, которых Касселивания отродясь и не было. Эти лорды превратили душу умерших людей в монстров. Тут вам и исполинские тролли, и мерзкие гоблины, и даже гигантские пауки. Кого тут только нет. А вот в армии вампиров, кстати, наблюдается недопор. Помогать Бельмонту будет его учитель Зобок и хранитель Озер, подозрительно баранистого вида. Ну, а главным орудием против нечисти выступит, кто мог подумать, конечно, боевое мега-распятие. Активируясь, оно превращается в разрушительный хлыст. В общем, темная история с этой новой Касселиванией. Надо поиграть и во всем разобраться. Добрые волшебники и темные маги возвращаются на большие экраны в фильме «Гарри Поттер» и «Дары смерти». Примерно в это время, 19 ноября, на всех мыслимых платформах появляется одноименная игра. История входит в завершающую стадию. У вас есть выбор — быть сторонним наблюдателем в кинотеатре или своими руками развалить Хогвартс. Очкарик-чаролей стал совсем взрослым, а значит, игре пора взрослеть. Не время для детских шалостей, когда миру волшебников угрожает безносую пырь в Оландемор. Поэтому разработчики готовят нам настоящий мужской шутер от третьего лица. Только с магией взамен винтовок и дробовиков. Камера теперь висит над плечом героя. Перед нами гифтар и пространство, кишащие врагами разной степени назуэлевости. Дошло даже до того, что Гарри сможет выполнять хэдшоты. Экстрелиармус! И, кстати, о заклинаниях. Гарри сможет их совершенствовать, делать сильнее и быстрее. Только хорошенько прокачавшись, можно завалить Дементора. Главное — не переоценить свои силы, а то завалят, скорее всего, вас. Ассасин поднимается по лестнице на Капитолийский холм и теряется в толпе на Палацу Синаторию. Но через минуту возникает словно из-под земли и вонзает лезвие в горло охраннику. Сенатор, за которым окотились люди Борджо, спасен. Ассасинс Крид Бразер Худ обещает быть еще более динамичной, зрелищной и, главное, самой правдоподобной из всех предыдущих игр серии о средневековых убийцах. Во-первых, геймеры повстречают немало исторических личностей, таких как Макеавелли или Леонардо да Винни. Во-вторых, оружие, которое встречается в игре, скопировано с реально существующих образцов. Ну и самое главное, разработчики воссоздали средневековый Рим со всеми его архитектурными шедеврами. Программа Виртуалити решила пройти по следам ассасина и посетить места, где он оставил свой кровавый след. Первая остановка — Колизей. Это самый большой из древних амфитеатров — античный Диснейленд, где любили развлекаться жители города. Тут устраивались многочисленные гладиаторские бои, звериные и даже морские. Одних только животных тут погибло около пяти тысяч, а количество публично казненных вообще не поддается подсчетам. Одного из таких приговоренных как раз и предстоит спасти Эксу, главному персонажу игры. Ему нужно будет подобраться к этому тщательно охраняемому гвардейцами сооружению, взобраться на почти ответственную стену высотой в 52 метра, незаметно проникнуть на аренду и каким-то невозможным способом освободить пленников. Гейм-дизайнеры поработали на славу, сделали из полуразрушенного памятника архитектуры конфетку, и Колизей зажил новой жизнью. О, на той скамеечке сидела попа Энсов. А вот здесь, в отряде с триумфовальной аркой Константина, он пустил кровь очередному беднягу. При поддержке авиации дальнобойных гаубиц, наш десант высадился в Белоруссии на презентации проекта World of Tanks. Но приключения только начинались. Не успели мы приехать, на нас тут же нацепили каску, дали в руки вещмешок и отправили прямо на линию фронта. Прямо на линии фронта, на горячей и неспокойной передовой, нам должны были поведать главные секреты этой славной игры. Вокруг стреляли, ездили танки, иногда пролетали самолеты, но мы двигались к цели. Стратегическое совещание, как и положено, должно было произойти в генеральской палатке. Мы находимся в самом центре нашей военной части, я стою рядом с генеральской палаткой, очень хочется туда попасть, там куча интересных, но вот не знаю, пустят ли. Ну-ка, что ты тут новенький, да? Ну-ка, 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 что у нас тут? Вот, тужонка, ничего, мам еще тебя пришлет. Ну вот еще и обобрали, на войне как на войне, ребятки. Да, и такое случается. Наши бравые солдаты прорвались, несмотря на все преграды. Генерал почти час обрисовывал расклад вещей. Нам рассказали о вражеской бронетехнике, о тактике боя. Наконец-то мы научились отличать легкого светлячка от тяжелой пантеры и танк Т-34 от дальнобойной гаубицы. Позади меня знаменитый танк Т-34. Он уже не на ходу, но в игре вы сможете найти эту модель, покататься на ней и замочить на ней кучу врагов. После небольшого солдатского обеда настало время ринуться в бой. Разумеется, мы вошли в составе танкового полка. Сейчас нас повезут кататься на настоящем танке, и нам удастся проверить, так ли весело кататься на виртуальных танках, как и на реальных. Так как боевой техники в распоряжении было немного, на одном танке ехало около 10 человек. Поначалу мы думали, нас ждет легкая прогулка, но уже за первым поворотом на нас напали. Это была хорошо спланированная атака, но благо нас было кому защищать. Мы выжили и успешно вернулись с задания. Нам удалось прожить наяву один день. Именно так, как он и проходит у завсегдатой игры World of Tanks. Все уж думали расходиться, как разведка доложила вражеской группировке на горизонте. Наши бравые ребята не растерялись и подстреливали всех нахрен. Ну что, мы только что убили всех конкурентов игры World of Tanks, чем оказали проекту неоценимую поддержку. Надеюсь, нас отблагодарят. В общем, нас отблагодарили по полной, поскольку презентация продолжилась уже в ресторане. Ну а на следующий день были дудудки. Экскурсия по Минску, мемориал в Хатыни. А это уже совсем другая история. Далее в виртуалите. Каким станет Лас-Вегас после ядерной войны? И как заняться сексом с роботом? Тысячи мутантов рыскают по пустыне, выискивая одиноких путников. Три полукриминальные группировки грызутся друг с другом. Жизнь не стоит ничего в этой прожженной ядерной войной пустоши. Добро пожаловать в постапокалиптический мир Fallout New Vegas. А мы отправляемся в округ Orange в Калифорнии. Такое название этот округ носит не случайно. Апельсины здесь есть даже на флаге и гербе. Но, как говорится, не цитрусовыми едиными. Orange County – это настоящее место паломничества туристов. Рядом с многочисленными пляжами расположился тот самый Диснейленд. Здесь проживает немало известных людей. Например, баскетболист Кови Брайант, режиссер Джеймс Камерон, певица Гвен Стефани. А еще в этом округе есть небольшой городок Ирвин с населением всего 200 тысяч человек. В 2008 году сайт CNN Money.com поставил его на четвертое место в списке самых удобных для проживания мест в США. По заявлению ФБР, здесь самый низкий уровень преступности в стране. К тому же зарплаты тут одни из самых больших в США. Ирвин по этому показателю на седьмом месте. Возможно, именно поэтому здесь и открыл свой офис компания Obsidian Entertainment, бывшая Black Isle Studios. Именно эти ребята и создали знаменитый Fallout. Это сегодня Fallout слышал каждый хотя бы раз игравший в игры человек. А в 97 и 99 годах, когда вышли первые и вторые части, был полный коммерческий провал. Правда, это не помешало игре попозже стать иконой и занять свое место в пантеоне славы. Black Isle поработали на славу. Созданный ими постапокалиптический мир получился невероятно атмосферным. А стилистика 50-х стала фирменным стилем. Геймеры смогли заглянуть в настоящее ядерное убежище, научиться обращаться с пип-боем, узнали, как очищать воду с помощью устройства гек. А главное, на своей шкуре понять, каково это оказаться одному в мире, опустошенному ядерной войной. Причем в мире со всей его грязью типа насилия и наркотиков. В 2008-м появилось и долгожданное продолжение Fallout 3, которое назвали чуть ли не лучшей игрой года. И вот на днях Obsidian Entertainment снова радует фанатов серии. Вышел новый Fallout New Vegas. Как вы поняли из названия, действие происходит в Вегасе. Этот город, в отличие от Вашингтона из третьей части, практически не пострадал от бомбардировок. Поэтому фанаты впервые смогут увидеть не разваленный, как раньше, а целехонький город с небоскребами, казино, неоновыми огнями. В общем, старый добрый Лас-Вегас. Действие игры происходит в 2280-м году, через 4 года после событий Fallout 3 на территории бывших штатов Невады и Калифорнии. Здесь развернулась война между коренными жителями Нью-Вегаса, армией Новой Калифорнийской Республики и рабовладельческим легионом Цезаря. Эти три группировки пытаются завладеть плотиной Гувера, гигантской гидроэлектростанцией на реке Колорадо, питающей Нью-Вегас энергией. Начинается игра довольно-таки неожиданно. Вас убивают и закапывают. Дело в том, что вы почтальон, работающий на компании Мохаве Экспресс. Вам дали задание доставить посылку, и вот вы едете, и вдруг бах, вам стреляют в голову и забирают посылку, а вас закапывают. Хорошо еще, что почтальон оказался живучим. Его нашел робот Виктор, отнес своему хозяину доктору Митчеллу. Тот, значит, парня выходил и подарил ему свой пип-бой с комбинезоном убежища 21 и отправил его своясь. Так вот, главному герою предстоит узнать, что же такого было в той посылке и кто же попытался его убить. Хотя игра внешне и похожа на Fallout 3, разработчики говорят, что хотели все-таки немножко вернуться именно к первой и второй частям. Хотя сюжет и не связан со старыми играми, фанаты увидят и кое-что знакомое. Взять хотя бы место событий. Западная часть США и пустыня Мохаве. Или монстры. Разработчики, например, вернули ящериц Гекко. Снова появится репутация, которую зачем-то убрали из третьей части. Она также, как и раньше, будет влиять на то, как к главному герою относятся каждая из трех фракций. А для настоящих фанатов игры обсидианцы приготовили настоящий сюрприз. Хардкорный режим. Но это для настоящих ценителей реалистичности. В этом режиме, прежде чем отрезать, нужно 7 раз отмерить. Во-первых, ресурсов гораздо меньше, и надо использовать их с умом. Персонаж не может, как обычно, таскать на себе, например, 2000 патронов для винтовки. Там, 50 гранат или 500 литров горючего для огнемета. Вес боезапасов теперь учитывается. Во-вторых, учитывается физиология человека. Почталенную периодически нужно есть, пить и спать. После использования аптечки исцеление происходит не моментально, а через какое-то время. И к тому же она бесполезна, если у вас сломана нога или рука. Тут нужны спецсредства. Все как в реальной жизни. Хорошо, хоть напарники могут помочь. В этот раз разработчики решили отказаться от диалогов с ними. Вместо этого придумали систему под названием «Колесико-компаньон». С ее помощью можно, например, поменять тактику, отношение к врагам или то, какое оружие использовать. В игре несколько новых видов оружия. К тому же она умеет неплохо крафтить, то есть создавать новые предметы. В том числе улучшать стволы. Ну там оптический прицел, прикрутить магазин, увеличить или скорострельность. Ну и, конечно, какой Вегас без азартных игр. Тут разработчики оттянулись по полной. Геймерам предлагается сыгрануть в разные мини-игры, типа покера, рулетки или заработать пару фишек на игровых автоматах. Надеемся, что из-за этого Fallout New Vegas не будет запрещен в странных, где азартные игры вне закона. Впрочем, похоже, без скандала все-таки не получится. Веселые разработчики добавили в игру секса, причем с роботом. Например, там есть такой монолог. Афист сообщает о готовности. «Пожалуйста, займите позицию. Думаю, я должен вас протестировать. Сервоприводы активны. С кем-то что-то не так, если он решил трахнуть машину». Именно так все и будет. А вы что хотели? Это ведь Вегас. Здесь, возможно, все. Вегас, деточки. А теперь мы приглашаем вас в компанию трех геймеров, которые получили от нас три игры и готовы поделиться своими впечатлениями от них. Но для начала знакомьтесь. Константин Подстрешный, легендарный игровой журналист, играет с 1988 года. Любимая игра StarCraft. В играх больше всего ценит баги и фраги. Илья Мэдисон, редактор портала Ruteup.ru, играет с 1996 года. Любимая игра Metron. В играх больше всего ценит трэш и угар. Игорь Белкин, выпускающий редактор портала Lenta.ru, играет с 1996 года. Любимая игра Unreal. В играх больше всего ценит смерть и разрушение. Первым сегодняшним подопытом станет Доктор Хаос. Разработчики обещают оригинальный сюжет с участием героев сериала, мини-игры и изрядную долю сарказма знаменитого доктора. Ну что ж, посмотрим, как отреагируют на это наши геймеры. Каждый раз, когда речь заходит про не очень хорошие игры, в этой замечательной студии начинают роем вид сумухи. Доктор Хаос — это игра по сериалу об известном враче, который больше, конечно, похож на физкультурника из ПТУ, своей щетиной и спившимся лицом. Но, тем не менее, этот сериал очень популярен у нас в России. И, конечно же, наверняка диски будут неплохо раскупаться. Цель игрока сделать следующее — это понять, чем же болен больной. Извините за фтологию. Разработчикам доктора Хаоса явно нравилась игра «Травма-центр». Более того, большинство сотрудников студии были набраны из пациентов такого центра. Приголеновать игру Хаос МД я могу двум категориям так называемых игроков. Первая — это, собственно говоря, жуткие фанаты доктора Хаоса, которых что в нашей стране, что по всему миру, просто-таки жопой жуй. А вторая категория — это поклонники таких простеньких, неторопливых, медитативных игр. Я могу посоветовать эту игру тем, кто настолько отчаялся, что ходит даже не в туалет, а в утку. И, наверное, им как раз вот такая игра на больничную тему очень подойдет. По доброй традиции виртуалити мы должны эту игру кому-то посоветовать. Но лучше давайте представим, что бы с ней сделал сам доктор Хаос. Второй на суд наших гостей выставляется игра «Проклятая гора». Целующихся мужиков, к счастью, не будет. Зато будут демоны и призраки, души путешественников и буддийских монахов. Смогут ли проложить путь к вершине и спасти брата от древнего проклятия наши гости? Игра «Горбатая гора» «Проклятая гора» Игра «Проклятая гора» представляет собой такую ужастик-страшилку. Мужчины, а Мэдисон в этом выпуске снимается? Ну тогда шутки про «Горбатую гору» конечно уже все заняты. Так как я ненавижу баб, то мне очень понравилась игра «Горбатая гора». А так как это последний выпуск нашей рубрики, то я хочу передать привет друзьям. Сначала передаю привет своим родственникам, маме и папе, которые наверняка все это смотрят. Главный герой по имени Эрик едет в Гималайи на гору с поэтичным названием Чома Лонзо, чтобы победить главного противника в своей жизни, Пал Геннад Хлхама. Привет всем, кто меня пригласил на MTV сниматься в этой рубрике. Привет тем, кто со мной по работе знаком Дане Шиповалов, Сэм Никель, Юра Дегтярев. Привет. Игру «Мохнатая гора» я могу в принципе порекомендовать всем любителям страшилок в стиле Сайлент Хилл. Игру «Проклятая гора» можно посоветовать разве что тем, кто сам только что спустился с горы Чома Лонзо и в первый раз увидел компьютерные игрушки. Игру «Горбатая гора» я советую всем отвязным ковбоям, таким как я, и всем, кому я передал привет тоже. Это целый стадион. Далее в виртуалити. Что получится, если аккумулятор соединить с граблями? И как за 72 часа накрошить максимум мертвяков? Последний на зуб наши геймеры попробуют «Дедрайзинг 2» — зубодробительное приключение Чака Грина, который за 72 часа должен и расправиться с максимальным количеством восставших мертвецов. Получится ли это у наших геймеров? «Дедрайзинг 2» я думаю, в русской версии стоило бы назвать «Кровь, кишки, говно и мясо». Но ее решили никак не называть, поэтому «Дедрайзинг 2». Первая часть вышла на приставки Xbox 360, поэтому значительная часть геймеров не знает, что там было, но там было много зомби и такой магазин типа «Ашана». Представляете, вы приходите в «Ашан», скажем, за колбасой, а кругом зомбари! Только настоящие, а не вот эти вот работники торгового зала, которых вы встречаете каждый день. Мне надоели унылые игры, где надо убивать зомби. Это такая избитая тема. Я бы хотел, чтобы сделали игру, где можно избивать женщин. Тем более, что я не вижу большой разницы между зомби и женщиной. У обоих этих созданий нет мозга, у них постоянно проблемы с кожей. Зомби постоянно пытаются прорваться в какие-то магазины, чтобы устроить там бесчинство, и бабы делают то же самое. Вторую часть «Дедрайзинг» разрабатывали не в Японии, а в Канаде. Эта канадская студия до этого делала симулятор бейсбола. Так что в одном можно быть точно уверенным. В этой игре идеальная физика удара битой. Самое клевое, что есть «Дедрайзинг 2» — это оружие. То есть это не простое оружие там, дробовик, пулемет — это говно, это все для лохов. Самое классное, что там можно сделать — это комбинировать. Допустим, прицепи к швабре бензопилы с двух сторон. Возьми ее вот так вот и соплем «Ту-ту» пробегись сквозь зомби. И ты справа кровища, слева кровища, головы, руки, ноги летят. Красота! Здесь и в первой части мы просто могли использовать практически любой предмет окружения для того, чтобы двинуть им зомби, начиная с плазменной панели и заканчивая здоровым плюшевым мишкой. То во второй части герой может комбинировать предметы, получая самые безумные сочетания. Разработчики хвастаются, что в их игре количество зомби на одном экране возросло до 7 тысяч. А раньше было-то всего 500. Но, честно говоря, это как в московском метро. Едут с вами в одном вагоне 500 человек или 7 тысяч. Какая разница? Нужно их распихивать и бежать, спасая свою жизнь к выходу. Я могу посоветовать игру Dead Rising 2 Майклу Джексона. Если он еще жив, то я думаю, что он выглядит примерно так же, как главные антагонисты в этой игре. Прекомендовать игру Dead Rising я могу всем, кто любит хорошие, немного сложные и очень кровавые игры про зомби. Вот. Эту игру можно с уверенностью посоветовать любому, кто протянул свою руку к игре Доктор Хаунс. Не делайте ошибки. Две полки левее то, что вам будет. А на этом наша передача прощается с вами, а мы прощаемся с нашей передачей. Ку-ку-ку-ку! А-а-а-а! Этого! Этого ты добивался все это время! Смотрите в следующем выпуске. Грибы, которые порадуют геймеров. Blizzard готовит мировой катаклизм. Римский папа оказался отъявленным злодеем. Геймерское побоище за автомобиль. В футболе тоже надо работать головой. Это и многое другое в следующем выпуске Virtuality. Субтитры создавал DimaTorzok